Проблем много, решать нужно всем. Тасяна Ситтикова, опекун второклассника Егора. У мальчика проблемы с речью. Необходимо обучение в специализированном заведении. С такой просьбой жительница региона обратилась к губернатору Алексея Русских. Мальчик сирота, нет у него ни мамы, ни папы, но я бабушка. 10 лет ему шагать? Да, 10 лет. И мы плохо разговариваем. Пошли в гимназию 30-ю. Но вот второй класс, все-таки там английский язык уже. Отстает, не справляется. Он немножечко отстает, да, по письму, так как плохо говорит. Проблему Татьяны Ситтиковой обещали решить уже 1 сентября. Ее внук пойдет в школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. На заседании решали не только личные проблемы, но и проблемы, касающиеся целых сел. В Стромаинском районе более 7 лет дорога по улице Тенистой нуждается в ремонте. Тракт разговариваем. Сроки 10 октября 2023 года. Мы прекрасно понимаем, что там работа достаточно несложная. Мне кажется, было бы логично в конце июля, в середине июля эти работы завершить. Если необходимо, на дорогах министерства, к нам включиться, в отличие, а также переговорить на это еще. Родители учащихся Шумовской средней школы просили губернатора провести ремонт в спортивном зале их учебного заведения. В 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» будет обновлены залы для занятий физической культуры в четырех общеобразовательных организациях Ульяновской области, в том числе и в Шумовской школе. К 31 августа у нас срок окончания контракта. Алексей Юрьевич, мы постараемся взять на себя более повышенные обязательства, с подрядчиком переговорим и постараемся к 1-15 августа завершить. Да, давайте завершайте, чтобы хотя бы было пара-тройка недель, чтобы проветрить. Там краской все будет пахнуть. 1 сентября дети пойдут, как будут заниматься. Также к главе региона обратились по вопросу ремонта межпанельных швов и систем центрального отопления в техническом подвале многоквартирного дома по адресу Артема, 17. Председателю совета дома обещали завершить все работы к началу отопительного сезона. Светлана Карпухина, Улправда ТВ.